привет мои друзья смотрите что может быть лучше чем горная река но такая река березовец у нас развилась после дождей с вами дед шурави ребята сегодня поговорим о быстрейшем и наиболее мгновенном до мгновенной реализации разведывательных данных но есть такая штука в армейке кто был те знают ребята реализация разведанных разведанных их нужно бывает что их очень нужно быстро реализовывать на измирить очень получилось и как раз еще вспомню про афган немножко поговорим про афганистан расскажу вам еще что и такое было вхождение и вторжение непонятно что вот войск афган был еще раз на смотрите что сегодня произошло по реализации разведывательных данных значит сегодня утром да я сегодня 27 у нас до мая 2022 сегодня утром поехал на велике фильмоскоп светофор и увидел что нету этих самых фиников за которыми я охотился мы кофе с финиками пьем я увидел что фиников и изюма нету все но изюм правда был очень грязный светофоре там камешков много было песочек пыли очень долго мыть приходилось очень фиников не было ладно приехал домой там печенюшек там светофоре каких-то купил снова пообщался с этим скотом персиком классный котяра ну и вот но час назад я ощутил себя настоящим афганским крестьянином потому что у меня появилось 5 килограмм фиников и 3 килограмма черного изюма блин сейчас все по порядку значит прихожу домой там мама оля мне название это из бразилии но смотрели до фильмы мама оля из бразилии приехал ко мне в гости в прошлом году мы там с ней там мы купались и чистили речку там и гулеванили там ходили и она мне говорит саня там кончено когда нам в деревню там поедем все такое градо скоро нормально в июле надо в деревню ну и вот я тут ей пожалуйста говорю пошел в этом фильмосу светофор пошел и фиников нету ага дагунаса верном говорит верно в нашем городке горит на урале верном а финики и изюм вот эти как раз они по акции идут по культу блин чей смешные цены какие-то там 60 рублей вообще 50 за килограмм я буду чудо бог с тобой верном все я и тут ливень начался у нас несмотря на ливень значит я тут все бросил трубку мы поговорили глющие за финиками значит сажусь на велосипед под ливнем вот час назад за ли залетаю верный который у нас один остался в дмитрий один верный остался на махалина и смотрю финики последние пять пачек фиников по 86 рублей за килограмм ну там 900 грамм что нормально все равно не дорого классные финики отличный ничем не хуже может даже лучше чем светофоре в общем забрал все эти пять пачек фиников и три пачки взял по 800 грамм черного изюма классного все то есть я реализовал вот эту информацию буквально за 10 минут то что мне мама уля сказала я тут же поехал и взял то надо действовать быстро очень быстро действовать если ты хочешь получить финики да и обещал за афган вам сказать смотрите что произошло пошли в афган по приглашению амина ну да по приглашению амина и надо было жить блин трудиться и работать и находиться в афганистане вместо этого амина уничтожили блин по приказу андропова блин что это такое было но это представляете сейчас взять и уничтожить президента блин этого легитимного который народ выбрал да там или каким-то образом к нему уже привыкли и поставить какую-то блин чурку привести сейчас запада то же самое будет люди чуть терпеть буш туле все значит вот сами нам нас обманули обманул у нас царю не нас андропова и амина уничтожили хотя он нет никаких документов что он сотрудничал с раутом и с американцами нет и не будет никаких документов это был обман то есть ни за что человека замучили все и вместо того чтобы находиться и по сей день в афганистане кушать финики слышай с афганскими крестьянами кушать финики абрикосы там виноград сушеный такой там у них все растет вместо этого обрели себе боевые действия с народом блин практически на 10 лет а вот к чему приводит вот такая вот тупость когда тебе обманывают разведки чужих стран то есть меньше надо слушать вот этих блин переговоров которые специально тебе навешивают чтоб ты повелся то уничтожи амин 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 за америка тоже замочим прилетим ли все замочили к счастью сейчас наша армия наша страна совершенно другая сейчас голова работает и все люди работают нормально вот на эту пургу никто не ведется что там кто-то враги там враг народа там что он против вас то есть вот эту идеологическую мишуру скинули на и в общем это сегодня там что-то тоже снился какой-то диктатор блин типа сталина но почему-то он был прапорщиком который принимал решение там спокойно там всех казнить отдельная тема там сны эти все все ребят всех обнимаю с вами был дед шурави сегодня была тема реализация разведданных должна быть молниеносой